Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью. Как всегда, по средам я приглашаю вас на дискуссию с властью. Сегодня тема программы будет транспорт и все, что с этим связано. И мы в последнее время много читаем в новостях о том, что собираются что-то закупать, где-то путешествует один из заместителей городского головы. И все, собственно, сегодня мы такого путешественника споймали и пригласили себе в студию Добрый вечер, Антон. И там у нас в гостях заместитель городского головы Антон Турупалов. Антон, все с нетерпением ожидают каких-то движений, связанных с транспортом. Эта тема очень серьезно эмуссируется и, собственно говоря, вы были в Беларуси, рассматривали возможность закупки белорусской техники для наших дорог. Что это было, куда эта техника пойдет, будет ли она закуплена и так далее. Ну, то есть, ответьте на те вопросы, на которые невозможно из открытых источников сегодня получить информацию. Ну, вы завернули. Я умею, да. Да, ну, давайте с самого начала начнем, чтобы все стало на свои места. Николаев, чудо-город, в котором с транспортом существуют сумасшедшие проблемы, которые случайно не могли появиться. Они появились специально. То есть, кто-то специально создал вот ту ситуацию, которая у нас сегодня есть. Города нет своего муниципального, коммунального автомобильного транспорта. Ни одного своего автобуса нет. Есть только свои трамваи, есть только свои троллей. Ну, электротранс-то. Да, но у нас же нет по всему городу троллей, у нас нет по всему городу трамвайных рельсов, правильно? То есть, есть часть города, которая просто не покрыта инфраструктурой для электротранспорта. Соответственно, по этой части города курсируют на разных скоростях, с разной степенью безопасности, разного качества, разные транспортные средства, именуемые у нас маршрутками. И десятилетиями это поощрялось. Им создавались все условия. Под них сформировались десятки дублирующих маршрутов. Под них сформировались тарифы. Им на все закрывались глаза. Ими сформировались кадры в городском совете и так далее и тому подобное. И в конце концов пришло время что-то с этим делать. Сначала мы не приняли тариф, не приняли их ультиматум на повышение тарифов, потому что нам никто доходной части не показывает. И мы зашли в такое, скажем так, крутое пике в отношениях с представителем-перевозчиками. Приняли решение, что городу необходим выход из этой ситуации. Вот два. Первое – это развитие инфраструктуры для того, чтобы мы электротранс могли развивать там, где его сейчас существует. Масштабировать. Масштабировать, да. Тянуть троллейбусную сеть дальше, ремонтировать трамвайную сеть. И второе – это приобрести свой собственный транспорт для автобусов. То есть это все денег стоит. Качественная техника стоит денег. И городской голова поставила задачу найти эти деньги, таким образом, чтобы мы не сильно залазили в городской бюджет, чтобы мы могли и дороги сделать, и крыши сделать, и садики построить, и социальную помощь людям выплатить. То есть рационально использовать эти средства, и при этом могли купить нормальную технику. Вы знаете, она стоит дорого. И для того, чтобы был эффект, ее нужно купить много. Но бюджета не хватит всего. Поэтому мы начали работать по пути Европы. То есть Польша, другие страны, которые социального блока, соцлагеря, так называемый, которые сегодня уже впереди намного по качеству этой инфраструктуры. Они все проходили эти этапы. И им помогали международные, европейские, в том числе финансовые институции, которые на минимальных условиях, на самых-самых-самых лучших условиях, которые могут быть, предоставляли возвратную помощь для того, чтобы были сделаны эти инвестиции в транспортную инфраструктуру. На сегодняшний день нами подготовлены ряд заявок в ЕБРР, это Европейский банк реконструкции и развития, и в Европейский инвестиционный банк. Один нам дает деньги на автобусы, второй нам дает деньги на троллейбусы, трамваи и на развитие этой сети. И таким образом мы приближаемся к тому моменту, когда мы сможем, когда у нас будет ресурс, и мы сможем его потратить на транспорт. Вопрос, какой транспорт покупать? Мы это будем делать тоже не так, как привыкли в Николаеве. Мы будем это делать публично, прозрачно, чтобы ни у кого не было вопросов, как этот и какой транспорт повелся у нас в городе. Банк ставит перед нами одно единственное условие, никакой дискриминации. Китай, Китай, Польша, Польша, Украина, Украина, Беларусь, Беларусь и так далее. Единственное, кроме Российской Федерации. И банки идут на эти условия, соответственно, мы получаем сегодня приглашение от ряда производителей с просьбой, посетите наши заводы, посмотрите, как мы строим, посмотрите, как мы делаем, посмотрите на наш опыт. То есть презентация своей продукции? Да, то есть от начала цикла до конечного продукта. На прошлой неделе мы объединили свои усилия с депутатским корпусом и представителем оппозиционного блока Андрей Яковлев, вместе с директором коммунального предприятия «Электротранс» Дмитрием Лисовским и его заместителем по финансовой части Виталием Матвеем. Мы со мной посетили Беларусь по приглашению белорусской стороны. Мы посетили завод МАЗ, посмотрели, как делается эта техника и были очень, откровенно скажу, приятно удивлены. У нас была возможность пообщаться с главным конструктором. Мы обратили внимание на качество пандусов для людей с ограниченными возможностями, что вот там они хлипенькие, не всегда эффективно работают, занимают время. Поставили ряд очень конкретных технических задач. Сказали, что если бы мы, если бы они рассчитывают на то, что Николаев будет рассматривать их технику в качестве возможной, то, соответственно, они должны будут особенное внимание уделить вот тем вещам, которые мы, находясь по Украине, видя, как эта техника эксплуатируется. Кировоград, Одесса, Харьков, Киев, технику МАЗ все хорошо знают, она у нас уже достаточно давно в Украине эксплуатируется. И вот эти вот те детские ошибки, которые были еще там 10 лет назад, что они уже сегодня детские болезни, так называемые, транспортные, они уже ликвидировали. А вызовы современного общества, они вот, вот мы им поставили такие ожидания. Я думаю, что впереди у нас еще будут встречи с другими производителями. И когда банк будет готов, чтобы мы объявили этот тендер, мы объявим уже с учетом того опыта, который мы будем иметь. Это сейчас мы говорили об автобусах, правильно? Мы говорим обо всем. Мы говорим о, в принципе, пассажирской технике. То есть в Беларуси мы смотрели автобусы. Но также Белавто, они производят, ну, концерны, они производят и троллейбусную технику. Вот, мы ознакомились с проспектами на производство, у нас, к сожалению, не было времени посетить. Но вот мы сейчас смотрели автобусы. В принципе, мы не будем покупать кота-мешки. Я хочу быть на 100% уверенным, что те деньги, которые мы будем тратить на нашу технику, они будут окупаться с самого первого дня. Это должен быть не просто автобус. Это должен быть автобус со всем ремкомплектом, чтобы, если что-то произошло с ним, мы сразу могли его заменить, не тратя время, чтобы у нас не было пауз на линии. Чтобы было техобслуживание, чтобы была в стране компания, которая будет заниматься обслуживанием сервисного центра, чтобы была гарантия. И чтобы я знал, что все, все вот этот вот период жизни техники на дорогах Николаева, николаевцы будут получать удовольствие от этого сервиса. В конце концов, хочется, чтобы мы чувствовали себя людьми. Потому что, когда заходишь в маршрутку, человеком себя не чувствуешь. И я, например, от этого устал. Поэтому я хочу как можно скорее сюда привести нормальные условия. Ну вот как можно скорее. Я уверен, что наши зрители тоже самое хотят, чтобы это было как можно скорее. И, собственно говоря, скорее всего, по телефону, который вы сейчас увидите на экранах, вам еще этот вопрос зададут. Но вместе с тем я его хочу предвидеть. И вопрос, когда? Когда? Как скоро ожидать таких вот новшеств? То есть, я, насколько я понимаю, из вашего рассказа, вы сказали о том, что договоренности с банками достигнуты. Вам осталось, грубо говоря, там собрать... Вопрос, когда понять. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, по Европейскому инвестиционному банку, который предоставляет нам средства на покупку автобусов. Значит, в обоих случаях непосредственным кредитором, непосредственным органом, который предоставит нам деньги, будет Министерство финансов Украины. То есть, есть рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о работе европейских банков государственных в Украине. Они работают на неприбыльных условиях. То есть, Европейскому инвестиционному банку запрещено зарабатывать на кредитах в Украине. Рисковую разницу, которая является доходом банка, покрывает Европейский Союз. В связи с этим процентная ставка, которую нам сейчас предлагают, с учетом уже обслуживания кредита Министерства финансов, это 1,4% годовых. На сроках до 22 лет с пятилетним бесплатным вообще, то есть, ноль поплатим. Таких условий, их просто не существует для коммерческого сектора. Это непосредственно помощь европейских институций Украине, чтобы мы скорее приближались к тем стандартам, которые люди уже привыкли. Совсем недалеко тут, до границы, я вас умоляю. И когда? Значит, первое, мы прошли по Минфину, прошла заявка, наша процедура, что Минфин сказал, да, мы готовы под эту заявку давать свои обязательства. Соответственно, Европейский инвестиционный банк с нами сейчас начинает подготовку тендерной документации. То есть, мы сейчас вместе с банком согласовываем те условия, которые будут публично вывешены, по которым мы будем покупать технику. Банк проверяет ее, чтобы там не было дискриминации, чтобы мы там случайно не заложили, что с перламутровыми пуговицами, понятно, это вы под кого делаете. Чтобы абсолютно были четкие, понятные условия для всех производителей мировой техники. Вот, допустим, тот же МАЗ, он двигатели ставит мерседесовские. Я, например, не знал этого. И когда мы зашли на цех, где укомплектуют двигателями и коробками передач, я увижу шильдик Мерседес, и они новые, дизельные, классные. Я, например, был удивлен. И после того, как мы согласовываем с банком непосредственно условия тендерного договора, мы заключаем четырехсторонний договор. Это получается, с одной стороны, Европейский банк, с другой стороны, Министерство финансов, которое будет гривной нам предоставлять или конвертировать как-то через Нацбанк или непосредственно валютой. город, который берет на себя этот кредит на риски, и непосредственно получатель, это коммунальное предприятие, которое будет конечным бенефициаром получения техники. Потому что нам же не деньги нужны, нам нужна техника. И вот эта вот техника, она будет, соответственно, коммунальным предприятием. И я думаю, что самый поздний возможный период получения денег – это март 2018 года с опубликованием как бы тендерной документации, что мы вышли бы на середину декабря. Это вот самый максимально поздний период, который мы сегодня рассчитываем. То есть в декабре будет объявлен тендер. В декабре будет согласованная документация, мы выйдем на подписание, и в марте мы уже объявим победителя тендера. Произойдет будет закон. Да, вот так мы это видим. У нас есть первый звоночек, давайте ответим нашему зрителю. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Скажите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, да, да. У меня такой вопрос, значит, я очень рад, что сейчас появились новые троллейбусы. Я вот на Северном живу, здесь у нас такие красивые троллейбусы, все хорошо. Вот. И вы сейчас большое внимание уделяете. Но вот есть мелочи, которые портят вот это вот такое. Я вот сегодня буквально сижу на остановке, на конечной. Вот в троллейбусе сидит новый троллейбус. Все. Сидит водитель, курит. Курит в кабине. Дальше. Вторая, одна, вторая проезжает женщина. Держит возле уха мобильный телефон и поехала дальше. В одной руке телефон, тут сдачи дает и крутит баранку. Вот такие мелкие вроде бы вопросы, но они смотрят на нет, вот то все хорошее, что вы делаете. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут? Анатолий Григорьевич. Анатолий Григорьевич. Спасибо за вопрос. Анатолий Григорьевич, вот абсолютно правильно. Дьявол кроется в мелочах. Вот есть такое. В деталях. В деталях, в мелочах. В классиках. Есть в бизнесе такая поговорка, что маленькие люди убивают большой бизнес. Вкладываешь, вкладываешь силы, а потом какой-нибудь человек просто безответственно, даже не понимая, какой репутационный вред наносит всему, всей городской власти. Потому что человек, когда заходит в троллейбус, его встречает там город, его встречает там городская власть, водитель, который получает зарплату из городского бюджета. И вот он смотрит на него курящего или говорящего по телефону и думает, что мы такие. Очень неприятно. Я хочу вам сказать, что все нужно начинать сначала, а сначала у нас не получилось. То есть у нас получилось, что троллейбусы есть, а диспетчерского центра нет. Качественного центра подготовки водителей нет. Качественной обратной связи между нами, как исполнительной властью, и вами, как нашими нанимателями, людьми, перед которыми мы отчитываемся, тоже нет. Мы сейчас над всем этим работаем. Я знаю, что Макартыч Самвелович Макартычан, это заместитель городского головы по ЖКХ, он как раз сейчас уже финализирует техническое задание для диспетчерского центра, единого диспетчерского центра, который объединит в себе все службы 010203, службы лифта, службы транспорта, службы света, безопасности. Для того, чтобы был единый диспетчер, который мог бы всем этим делом управлять. Безусловно, когда человек знает, что его ответственность никуда от нее не убежит, будет все по-другому. Подождите, мы очень-очень много над этим работаем. Спасибо вам за ваше замечание. Следующий у нас звоночек есть. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня беспокоит одна пожилая пенсионерка. Вопрос тоже вроде маленький, но очень важный. Мы просим, очень просим множество пенсионеров сделать на 9-й Слободской на проспекте Ленина скамеечки на троллейбусной остановке. Люди пожилые, все садятся, выходят из церкви в основном. И очень просим, сделайте нам такое доброе дело. Сделайте скамеечку на 9-й Слободской на остановке проспекте Ленина. Пожалуйста. Как вас зовут? Валентина Александровна. Валентина Александровна. Тоже спасибо большое. Стыдно, что нет скамеечек у нас на 9-й Слободской. И не только на 9-й Слободской. Где-то полгода назад, если мне не изменяет память, у нас было принято решение о том, что мы хотим создать единый комплекс остановочный. Чтобы по всем остановкам города у нас были красивые места, где мы могли спокойно себе ожидать наш общественный транспорт, не боясь ни дождя, ни ветра, ни снега. И были даже у нас некоторые остановочные комплексы с солнечными батареями, которые тут же запитывали и освещали эти остановки. Стекла. И, конечно, знаете, нужно расти культурно еще к этому, потому что неприятно, конечно, но из песни слов не выкинешь. Второй день поставили новую остановку и ее разбили. С одной остановки утащили скамейку. То есть, вот есть какие-то горечь небольшая от того, что труд, который ты делаешь, он такой недолговечен, потому что культурно мы еще не готовы к этому сервису. Безусловно, скамейка на остановке – это не сервис, это не то, что обязательно, это не то, что по умолчанию должно быть. Это база, это стыдно, что мы вообще обсуждаем это сегодня в эфире. Идите чуть-чуть для телевизора, афоните. Сейчас, телевизор, сейчас, сейчас, тоже. Вот так, не слышно. Скажите, пожалуйста, вот новые будут автобусы, можно ли расписание движения вывесить? Вот сейчас, к примеру, в лесках стоишь на остановке, едет 83-й автобус. Он ездит через 30 минут. Но придешь на остановку и не знаешь, 30 минут его ждать или 5 минут ждать. И такие вопросы, ну, на весь транспорт. Если идти к европейским стандартам, то, наверное, нужно это сделать. Однозначно. Спасибо за ваш вопрос. Смотрите, есть две составляющие, к которому мы должны скоро будем привыкнуть. Это к тому, что транспорт ходит по расписанию и к тому, что в транспорте будет электронный билет. По первому моменту, значит, это как раз работа диспетчерской службы. Сегодня в нашем электротрансе и в транспорте, который занимается вывозом мусора, в транспорте, который занимается очисткой дорог, вот когда снег, там, элло-автодорог, у нас у всех установлены GPS-навигаторы, которые позволяют нам видеть в режиме реального времени, где находится транспортное средство, которое принадлежит городу. Помимо прочего, система диспетчеризации, установленная на этих предприятиях, позволяет нам видеть эту точку в динамике. То есть я с утра пришел, и я вижу, где целый день у меня ходил троллейбус. Я вижу, с какой скоростью он у меня ходил. Я вижу, где он ускорялся, где он замедлялся. Я вижу, где он был не вовремя и опаздывал по расписанию. Водители знают это. И троллейбусы у нас ходят четко. Та же самая ситуация у нас будет внедрена во все транспорт. Неважно, он будет наш коммунальный или это будет приватный транспорт, качественный. Маршрутки сегодня уже обустроены GPS-навигаторами, но они не подключены к системе диспетчеризации. Это то важнейшее требование городского головы, из-за чего у нас, собственно, и начался конфликт с представителями перевозчиков. Они не хотят, чтобы мы видели, где они реально находятся. Они не хотят, чтобы мы видели, сколько они действительно делают ходок по маршруту. И, соответственно, они не хотят, чтобы мы знали, сколько они, как они нарушают правила дорожного движения и прочее, прочее, прочее. Сколько у них реально транспорта на линии. Вот чего они не хотят показать нам свои доходы. Сколько налогов они должны заплатить. Вот это стандарт. То есть, как только у нас появится свой транспорт, он будет установлен GPS-навигатором, он будет подключен к единой диспетчерской службе. И каждый человек на тех остановках, которые мы проектируем, где будет электронное табло, будет точно знать, что если он выйдет через одну минуту, ему не надо будет ждать. Не надо сидеть и ждать, угадай, когда он приедет. Очень приятно, что вы обращаете на это внимание. И я думаю, что буквально в следующем году такой проблемы уже не будет вообще. Мы, может быть, даже забудем о ней, что она когда-то такая была. Ну, давайте вспомним эту проблему, которая анонсировалась, но не решена. В этом году это так называемый электронный билет. Давайте о нем поговорим. Давайте о чем о нем говорить. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Нет, я предлагаю... Завтра в 15.00 мы приглашаем всех желающих на презентацию электронных билетов. Семь компаний со всей страны, которые так или иначе являются игроками этого рынка, они приезжают в Николаев и презентуют свою технику. Они презентуют свои системы. Я не хочу просто так взять и купить обы что, потому что это очень важная вещь. Что такое электронный билет? Это значит, что город впервые за все эти десятки лет существования независимости может четко понимать, сколько денег он собирает. Город, в принципе, на себя возьмет функцию по сбору денег. Это крайне важно. Контроль, это возможность безоплатной пересадки. То есть, когда у тебя билет, например, не на проезд разовый, а на время, на час. Я знаю, что мне удобнее было бы сейчас пересесть на маршрут с одного маршрута на другой маршрут при переделанной маршрутной сети, где сейчас половина маршрутов дублируют друг друга. Это те условия, которые были созданы для того, чтобы все могли заработать. Приходите, смотрите, электронный билет это очень интересная вещь. Нас, я уверен, интересует больше вопрос, когда он будет внедрен, а не какой вы выберете. Очень просто. Мы выберем компанию, которая это будет делать. То есть, мы завтра послушаем людей, у которых есть опыт. Мы не будем работать с компаниями, которые не имеют опыта внедрения электронного билета где-нибудь еще. Я не хочу ставить опыты над николаевцами. Если есть компания, которая делала это где-то в Украине, я поеду, посмотрю, где это в Украине. Делали они это за границей, я поеду, посмотрю за границей. Я хочу спросить у людей, они довольны тем, как это работает или недовольны. Я хочу знать, какие они получили замечания в период эксплуатации. Я не хочу, чтобы в Николаеве проводились эксперименты. Подход толковый. Я уверен, что очень многие эту речь вашу оценили. И все-таки... На пять? Приблизительно. Когда? И на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Скоро. Всему свое время. Скоро всему свое время. Ну что ж, на этой оптимистической ноте скоро мы попрощаемся с нашими телезрителями. Спасибо, Антон, что были с нами. Спасибо вам. Приглашайте. Ну и мы, в отличие от городской власти, знаем четко. И поэтому до встречи в следующую среду. Мы уверены в этом. Ай-яй-яй. Поэтому мы прощаемся с вами. Телеканал Николаев. С нами всегда интересно. Смотрите на следующую среду. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова